Как мотивировать себя читать Писание? Какие методы существуют в этом направлении? Важно вначале напомнить, друзья, что Библия сравнивается с хлебом, и это не случайно, потому что Священное Писание является питанием для нашего Духа. Поэтому важно читать ее регулярно, утром или вечером, тогда, когда особенно вас никто не отвлекает. В Луки 4.4 написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Слово Божье, оно необходимо для жизни. Вот почему нам важно к нему обращаться регулярно. Любой христианин, рожденный свыше человек, то есть тот, который уже пришел к Богу в покаянии, уверовал в Господа Иисуса Христа, у него, у рожденного, у живого, есть естественное желание кушать. Это способствует его развитию, дает питание. И 1 Петра 2.2 об этом подтверждается в Писании. Возлюбите чистое словесное молоко. Молоко в этом контексте имеется в виду Слово Божье. Дабы от него возрасти вам во спасение. Если ты уже рожден от Бога, ты уже человек верующий, ты принял, ты веришь, но нам важно еще расти. Это еще процесс. Вот почему здесь нам звучит призыв, чтобы мы читали Библию и от этого мы росли, чтобы мы возросли во спасение. И здесь, друзья, важно мы сейчас подходим к сути проблемы. Когда у вас нет желания или нет мотивации читать Библию, скорее всего, это связано вот с чем. Желание читать Слово Божье – это естественное желание для духовно живого или для духовно здорового человека. Если у вас этого нет, возможно, как раз у тебя эта проблема. Ты или духовно слабый, или духовно больной. Когда физически человек заболевает, практически любая болезнь, один из симптомов часто распространенных – человек теряет аппетит. И ему часто люди со стороны помогают, советуют кушать, а иногда даже заставляют кушать. Часто я заставлял своих детей кушать. И вы, наверное, были свидетелями, когда больных людей заставляют кушать, потому что это жизненно необходимо для их организма. Даже когда человек лежит вообще без сознания, ему иногда через капельницу, даже не спрашивая его, ему капают питание, искусственно поддерживают его организм, чтобы человек не умер. Точно так же, друзья, это важно и в духовном плане. Мы должны питать свой дух, но когда мы духовно ослабели, заболели, то нам нужно себя иногда заставлять, чтобы укрепить наш дух, чтобы восстановить наш дух. И об этом сказано в Писании 1 Тимофея 4,7. «Упражняй себя в благочестии». Здесь идет речь о дисциплине. Дисциплина нам часто не нравится, но это полезно. Есть физическая дисциплина, а есть также и духовная дисциплина, где мы должны себя заставлять. Витаминчики, мы иногда их пьем не потому, что нам так хочется, но потому, что мы верим и понимаем, что это нам полезно. Поэтому иногда и духовная дисциплина тоже полезна. И нам написано, важно себя упражнять в некоторых духовных сферах. В английском переводе написано «тренировать», «заставлять», «дисциплинировать себя». В других местах Писания написано «за добродетель», что важно «прилагая к всему все старание». Это наша ответственность, наша инициатива, чтобы прилагать усилия, стараться и где-то себя дисциплинировать. Но помните, что в итоге эта дисциплина должна перерасти в желание читать Слово Божие. Когда мы укрепимся духовно или физически, у нас тогда должно появиться естественный аппетит, желание. Мы должны тогда это уже делать из-за любви к Богу и любви к Его Слову. Когда таким образом мы вырабатываем в себе эту хорошую привычку или этот вкус к Писанию. Перед тем, как вы начнете читать, я советую вам обратиться к автору Слова Божия. Я часто молюсь такой молитвой «Дух Святой, откройся мне, научи меня, помоги мне понимать то Слово, которое сейчас я буду читать». Еще важно не просто читать Библию как истории, но размышлять над прочитанным. И задаваться вопросом, как я могу это применять в своей жизни на практике. 1 Иакова 1.25 написано «Кто вникает в закон совершенный и прибудет в нем». Здесь призыв вникать, пребывать, то есть размышлять, думать о том, что мы прочитали. Я этот процесс называю усваиванием питания и полезных веществ. Важно не просто проглотить, но чтобы он усвоился, эти витамины, нужно размышлять над этим Писанием, над которым мы прочитали. Поэтому есть разные еще методы, как вы можете подходить к чтению Писания. Для кого-то, возможно, будет интересно попробовать читать другие разные переводы Библии. В этом вы увидите разнообразие. Это тоже иногда интересно. Для кого-то вы получите новые откровения, читая, понимая какие-то места Писания с другого угла или ракурса. Иногда еще можно попробовать читать Библию с кем-то, если у вас не получается. Иногда в группе. Иногда я советую также отложить телефон или выключить его на время, чтобы вас ничто не отвлекало. Вы скажете «Ну я не люблю читать». Тогда слушай. Сегодня есть много вариантов аудио, Библии, онлайн, где вы можете слушать Писание и тоже получать назидание для вашего духа. Я понимаю, друзья, что читать христианские книги, слушать проповеди – это тоже полезно. Но помните, что Библия должна всегда оставаться приоритетом номер один. Потому что это есть абсолютное непогрешимое Слово Божье, которое очень важно для всех нас. И последнее. Возможно, для кого-то из вас поможет подотчетность. Когда вы обратитесь к кому-то, кого вы уважаете, и скажете «Помоги мне, в чтении Писания я хромаю. Напоминай мне, пиши мне, текстуй мне, звони мне, спрашивай, прочитал ли ты Библию сегодня?» И это напоминание, эти вопросы будут побуждать тебя к чтению. Для кого-то подотчетность подтолкнет вас, чтобы восстановить эти процессы важные в вашей жизни. Читайте, друзья, Писание, потому что в этом есть утешение для нас, укрепление для нас. Это влияет на наш дух, на наше настроение, на наш внутренний мир. От этого зависит и все остальное. Читайте Библию и будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok